Доброго времени суток! Постные дни продолжаются. Мы продолжаем готовить с вами постные блюда. Сегодня мы попробуем приготовить плов с нутом. Рецептов в интернете множество. Но основной принцип это обычный плов. Просто вместо мяса используем нут. Поэтому и набор продуктов будет традиционный. Это морковь, лук для зирвака. Это рис. Будем использовать пропаренный. И вместо мяса будем использовать нут. Его я заранее замочила, отварила. То есть это уже готовый продукт. Ну и естественно традиционные приправы. Сейчас все увидите. Главное, чтобы было видно продукты. Я не сам. Здесь у меня чугунная кастрюля. Стоит на огне, нагревается. На среднем огне. И здесь я кипячу воду. Ну и масло, конечно же, сейчас мы нальем. Чтобы оно тоже лучше согрелось. Итак, нарезаем морковь и лук. Чтобы блюда были такими же, в принципе, как и с коронами, и приносили такое же удовольствие, нужно придерживаться тех же самых, в принципе, в готовке. Поэтому и посланный лук, в принципе, готовится так же, как и обычно. Так, морковь и лук. Так, приправы такие буду использовать. Купила вот такую полу, здесь, полоками ждала по скидке, попробую на розыске. Какая-то не новая сумака. Так, все по фото выбираю. Ну и паприка сладкая, перец черный. И, конечно же, мы минимизируем зелень, зелень, кожа и зелень. И, конечно же, мы вообще манимаем. Ну и, естественно, что мы сейчас делаем. Значит, что мы сейчас делаем. Ну, от масла убираем вам из них, не говорим ничего. Ну, так, сначала, вот, правый. Я просто делаю курицу. Кипящее масло, который я не буду сейчас делать. В принципе, перец подкусил. И также, в принципе, курицу. Пурицу. Деревянной лопаткой хорошо перемешиваем, чтобы спицы не дали. Добавлю нут, нут я использую фирменный стакан. Он уже готовый, я надавливаю, он разваливается. Пусть он не тронет, поэтому он пропитается приправами. Итак, морковь наша немножечко подвянулась, поэтому сейчас самое время забросить и замыть. Мут я при варке не солила, поэтому сейчас немножечко подсолю. Смирну лопатку, которую я теперь уже подставлю. Ну и два фирма. Смирну лопатку. Вот такая вот фирма. Вот такие фирмы. Здесь есть фортир. Да, эти фирмы очень красивенько. Так, ну пропитался, я уже не знаю. Видит он очень красиво, поэтому добавляем сюда. Смирну лопатку. Я готовлю форт более приближенный к резорту, чем к узбекскому форту. То есть я рис перемешиваю зирваком и выкладываю его сверху. Он немножко пропитывается вот этими всеми приправами, маслицем. И после этого замываю его кипятком и довожу до готовности. Все, убавляем огонь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьмем парку, вверх и вверх. Добавляем чесночок. Вот так все это красиво выглядит, продолжает кипеть. И накрываем крышкой, собственно, и оставляем на вот таком вот таком вот малюсеньком огонечке, надеюсь, вам видно, минут на 20. Вот такой у нас красивый плов получился, очень ароматный. Я немножко украсила зеленью свою порцию, а вот сколько у меня получилось. Огромная порция плова, мне его хватит, наверное, дня на 4. Ну, в общем, на неделю я все обедами обеспечила. Очень вкусно пахнет, значит, варился он у меня 30 минут. Рис хорошо разварился, все прекрасно пахнет, сейчас буду пробовать. Итак, у нас время ужина, сначала попробуем идти с вами, а потом буду есть со своими домашними. Очень вкусно пахнет. Плов как плов. Может быть, конечно, мяса и не хватает, потому что, да, все-таки мясо это мясо. Запах прикольный, обычный. Ну, дает насыщенность вот там, чтобы было что пожевать. Ну, надеюсь, вы знаете, что в нуте очень много белка, поэтому веганы его очень любят. В общем, вкусно. Готовьте. В принципе, получается недорого, быстро и вкусно. Жду ваши лайки. Вот там есть еще такие комментарии. Можете мне туда что-то написать, мне будет очень приятно. Буду ужинать. Как всегда, жду вас. Спасибо большое, что были со мной. Всем пока.